Споживецкая кооперация по вношнага региону на протягу 2019 года повинна створить сучасную модель работы. Такую задачу поставил перед Галиной старшиня Витебского облвыконкама Миколай Шарснёв. Пытання повышения эффективности работы системы споживецкой кооперации обмерковали на открытым посяджении облвыконкама. За уваги выказали старшиня Палаты представников национального сходу Беларуси Владимир Андрейченко и министр антимонопольного регулирования и гандлю Беларуси Владимир Калтович. Як будзе меняться гандалю сельской мясцовости Юлия Устинова. Працовать эффективно у адповедности с потребованиями часу и ваумовах конкуренции. Задача, якую спробую расшить споживецкая кооперация по вночнага региону. Больший потреб к операции тащить за уши, помогать, защищать не имеет смысла. Торговля должна работать прибыльно, она должна развиваться, она должна платить налоги, она должна формировать бюджет. А бюджет это наша жизнь, это социальное развитие. На протяжении многих-многих-многих лет потреб к операции в Витебской области убыточна. И всячески мы идем шире на какие уступки, для того, чтобы как-то сбалансировать негатив. Тот ассортимент, который в ваших, так сказать, торговых точках был, ну это позор. Для повышения эффективности и стабилизации дейности споживецкая кооперация региону распроцовала план мероприемства УДА 2020 года. Оптимизуется структура, ликвидуются стратные райспожилтоварыства, гандлёвые объекты передаются платежи с дольным организациям, снижаются выдатки. Прежде всего, это снижение затратного механизма. За последние, вот за эти 9 месяцев, произошла оптимизация нашей торговой сети. 160 объектов торговли мы сегодня сократили. Но, несмотря на это, в каждый населенный пункт, где сокращен торговый объект, непосредственно направляется автомагазин. 63 сельских объекта переведены на работу нового формата. Ребрендинг и зеленый фирменный колер замес червоного вязковцы зауважили. Оценили и махчимость открытого доступа до товаров. До спадубы пришлися и новые объекты гандлю и громадского харчаванья. Але застаются еще пытания по основных для покупников критериях. Асортимент и кошт товаров у крамах Аблспожил Союза. Цены желали лучше, цены поменьше, так, все нормально. Все необходимое для каждого дня. То есть все молоко, масло, хлеб, сахар, мук, макароны. Все есть, что нам надо. Цены, конечно, как всегда, высокие. На ценники у магазинах с поживецкой кооперацией звернул увагу и министр антимонопольных регулирований и гандлю Беларуси Владимир Колтович. Определяется ценами. Ценами и качеством. Мы провели проверки в режиме мониторинга. Они постоянно проводятся, но провели проверки. Цены, конечно, имеют значительную разницу по отношению как к торговым сетям, так и к частному бизнесу. Меженшинс-Поживецкая кооперация – другая по расповсюдженности у нашей краины гандлевая сетка. И главный оператор у сельской мясцовости. Только у Витебской области каля тысяча объектов райпа и аутокрамы, які обслуговывают малые и отдаленные населенные пункты. Их эта социальная функция застается за Спожив Союзом. А ка пвызти на прибытковую работу, необходно правильно расставить прайоритеты, развитваться со стратными халинами дейности и максимально развивать прибытковое. 19-й год – это последний год становления нашей структуры. Все должно быть отшлифовано, отработано, создана новая модель. Все, в 20-й год вы вступаете с совершенно современной формой и руководства, и работы. На протягу года споживецкая кооперация по уночному региону повинна перестать у новый формат. Створить сучасную модель, якая задоволит споживца и выведя галину на эффективную работу. Юлия Устинова, Александр Петровецкий, Новины, Витебск.